Ресет, Норвегия, Владимир Зеленский обещает остановить войну в Донбассе Бьорнистад, Ресет, Норвегия 23 мая 2019 года 20 мая Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины В своей инаугурационной речи перед Радой Зеленский заявил, что его главная задача – положить конец конфликту в Донбассе Ради мира, признался Зеленский, он готов пойти на все что угодно, даже пожертвовать своим президентством Для начала он пообещал добиться прекращения огня и обменяться военнопленными Затем президент заявил, что собирается распустить Рады и провести новые выборы Он объяснил, что не доверяет министру обороны, шефу службы безопасности и генеральному прокурору И попросил народных избранников отменить депутатскую неприкосновенность Принять закон о незаконном обогащении и заменить одномандатные округа голосованием по партийным спискам Часть инаугурационной речи Зеленский произнес по-русски, чем немало разозлил лидера радикальной партии Олега Ляшко Однако Зеленский парировал, что Ляшко раскалывает украинское общество Технический распуск Рады и внеочередные парламентские выборы депутаты вполне могут заблокировать Ведь одна из партий, Народный фронт, несколько дней назад объявила, что выходит из состава правящей коалиции Таким образом, на то, чтобы создать новую коалицию большинства, у народных избранников есть месяц И тогда Зеленский не сможет распустить Раду еще целых полгода, до запланированных на ноябрь очередных выборов Но на деле на призыв нового президента провести выборы Рада скорее всего откликнется И слуга народа, партия Зеленского, рассчитывает набрать 40-50% голосов Получив на президентских выборах 73%, победив во всех частях Украины и к тому же заручившись поддержкой Рады Зеленский будет иметь четкий мандат на осуществление обещанной политики Сплотить украинский народ, остановить раскол и добиться мира Но и проблем перед новоизбранным президентом стоит немало Перемирие и обмена военнопленных он, по всей вероятности, добьется Лидеры сепаратистов на востоке Украины и сами не раз их предлагали Куда сложнее будет положить конец разногласиям в украинском обществе и создать Украину В которой все граждане, независимо от их языка и культуры, равны А без этого сепаратисты на восточной Украине и говорить с Киевом не станут Еще одна задача – положить конец незаконному от ему церквей на Украине После того как Украинская Православная Церковь, УПЦ, осенью 2018 года порвалась московским патриархатом, начался передел имущества Церкви, на которые наложили лапу экстремисты, Зеленский должен вернуть законным хозяевам Однако попытки отменить закон о языке и вернуть захваченные церкви их законным владельцам Неминуемо Росарит Зеленского с галичанскими националистами Их в стране примерно 10%, и это весьма агрессивная группа давления, настроенная крайне антироссийски, и праворадикальными бандами Которые после государственного переворота 2014 года действуют фактически безнаказанно Как показала захлестнувшая Украину серия политических убийств последних лет Бросать вызов галичанским националистам опасно для жизни Федерализация, передача полномочий регионам и языковое равенство А эти меры Киев обязался провести в соответствии с Минскими соглашениями от 2015 года Единственный способ объединить расколоту и Украину в исправное государство В довершение всех бед украинская экономика развалена А Киеву уже в ближайшие годы предстоит выплачивать Всемирному банку и другим кредитным учреждениям многомиллиардные долги Помощи извне украинцам ждать неоткуда У Европы полон рот своих хлопот А администрации Трампа на Украину плевать Ведь Киев – банкрот Единственная страна, которая по геополитическим и экономическим соображениям согласится на вливание на Украину Россия, однако силы, обосновавшиеся у власти после переворота 2014 года, сами оборвали связи с ней Что Зеленского самого сбросят в результате государственного переворота, исключать никак нельзя, ведь высшие посты в армии, службе безопасности и полиции занимают как раз сторонники галичанского национализма Во что обойдется президенту и его вызов Нынешним хозяевам Украины, намекнули командующие сил специальных операций вооруженных сил Украины, ВСУ, Игорь Лунев и глава службы безопасности Украины, СБУ, Василий Грицак Оба не отдали Зеленскому честь на церемонии представления командования ОВСУ Крым для Украины потерен Вернуть Донбасс под власть Киева Зеленскому вряд ли по силам, несмотря на все обещания примирения и согласия За пять лет войны, унижшей более 13 тысяч жизней, Киев стал для Донбассов заклятым врагом, который их либо уничтожит, либо выгонит У России же оказывать повстанцам военную поддержку есть все причины Тем самым Донбасс останется залогом, что Украина не подберется к НАТО и другим западным структурам чересчур близко Помимо национального примирения, украинцы ждут, что Зеленский положит конец коррупции и экономическим преступлениям Учитывая, что во внешней политике, кроме прекращения огня и обмена военнопленными, ему ничего не светит Тем важнее для Зеленского побороться с казнократством А для этого придется разобраться с олигархами Зеленский должен последовать примеру Путина, отобрать у олигархов подконтрольные им средства массовой информации Выдавить их из политики и заставить их платить налоги Путин получил в 1999 году власть из рук тогдашнего президента России Бориса Ельцина В политику он пришел, имея за плечами опыт работы в службе безопасности и администрации президента Своей властью над госаппаратом и СМИ, ее он обрел, перехитрив олигархов Путин заручился широкой народной поддержкой Вот только Зеленский должен поступить наоборот, бесспорное народное доверие он должен пустить на то, чтобы взять власть над государственным аппаратом и поставить олигархов на место, отобрав подконтрольные им СМИ Заполучить политическую власть, опираясь на поддержку населения вместо политических отношений, полезных контактов и контроля над деталями государственного механизма, явно сложнее А перед сегодняшним украинским президентом стоят задачи никак не меньшие, чем те, которые Путину пришлось решать в начале 2000-х годов Поэтому шансы, что Зеленский потерпит неудачу и вскоре его возненавидит даже сегодняшние обожатели, остаются крайне высокими Бьорнистад, доктор исторических наук, знаток российской истории Автор книг об истории идей, а также внешней политике царской России и СССР Последняя книга, биография Путина «Спаситель России», 2016 Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Материалы на СМИ «Спаситель России»